В апреле 2020 года жителям Сылькамска, чтобы выйти на улицу, нужно было иметь при себе разрешение. Его можно было получить на работе или в социальной защите. Также обязательным атрибутом одежды стала медицинская маска и перчатки. Прошло полтора года. Медицинская маска в общественном месте стала привычным делом. Разрешение на работу канули в лету, а им на замену пришли QR-коды. За полтора года в борьбе с коронавирусом были использованы разные методы. Локдауны, запрет работы крупных торговых центров на выходные, вход только по ПЦР-тестам. И вот сейчас основной метод – увеличение масштабов вакцинации и создание свободных от ковида зон. К новым требованиям развлекательный центр «Чайка» адаптировался. С 25 октября этого года посещение развлекательного центра «Чайка» осуществляется при наличии сертификата от COVID-19, либо тех, кто перенес болезнь за последние шесть месяцев. Все меры безопасности в нашем заведении соблюдены. Также у нас расставлены столы на расстоянии полтора метра друг от друга. На каждой подстанции у нас находятся маски. Да и несмотря на то, что по указу губернатора с 25 октября в крайне рабочие дни, заведение работает, кроме детской комнаты. Основные требования главного санитарного врача при каме соблюдены. Персонал полностью привит. От развлечений переходим к оформлению документов. Многофункциональный центр. Как мы видим, двери открыты, внутри сидят люди. Значит, все работает, что называется, в штатном режиме. Здесь основное требование быть в маске. И чтобы получить услугу, то есть решить какой-то свой документальный вопрос, вам надо записаться заранее по телефону. 8 800 23 43 275. Мы решили зайти еще в одно место, это почта. На двери сразу же красуется вот такая наклейка с требованиями от Роспотребнадзора. Наденьте перчатки, маску и соблюдайте социальную дистанцию. А вот работают ли они, сейчас проверим. В почтовом отделении посетителей не оказалось, но сотрудники все равно в масках. Важно, что на почте, что в МФЦ, полиции или больнице, QR-коды не спрашивают. Здесь главное быть в маске и записаться на прием заранее, если это требуется. В нерабочие дни все эти ведомства продолжают работать в обычном режиме. Изменится график ли с 4 по 7 ноября, ведь эти дни выделены красным в календаре. Кстати, сертификаты вакцинации не попросят у вас и в Музее истории соли. QR-код или ПЦР-тест при посещении музея не требуется, но просим вас соблюдать масочный режим и выдерживать социальную дистанцию полтора метра. Настоятельно просим вас, планируя посещение музея-заповедника «Сользавод», позвонить по телефону 3 43 97. В Соликамском краеведческом музее на момент подготовки этого материала еще решался вопрос о режиме работы в свете новых требований. Поэтому следите за нашими эфирами и все узнаете. Подытожим, с 25 октября спортивные заведения, кафе, кино, непродовольственные магазины, где площадь более 400 квадратных метров, например, молодежной, пускают к себе только привитых жителей-гостей города. Многие заведения готовы к этим правилам, главное, чтобы и жители были готовы. Евгения Константинова, Владислав Кириченко, телекомпания Соль-ТВ.